Несмотря на завершение недели, торги в пятницу обещают быть очень волатильными. Причем главный экономический аспект снова смещается на Соединенные Штаты, где будут опубликованы данные по инфляции. Но в то же время не стоит забывать, что американский Центробанк предпочитает осторожный подход к снижению процентных ставок. По этому поводу рынки уже не раз слышали истребенные высказывания представителей ФРС, в том числе и на этой неделе. Например, Мишель Боуман, входящая в Совет управляющих Центробанка США, заявила, что инфляция будет оставаться повышенной в течение некоторого времени, и поэтому начинать снижение ставок пока нецелесообразно. Учитывая, что этот процесс уже запущен в Канаде, Швейцарии и самое главное – в еврозоне, доллар все равно остается в выигрышной позиции. Ведь деньги этих стран выступают как его аналоги в корзине валют, а их падение автоматически поднимает индекс доллара. Например, вчера он достиг двухмесячного максимума, а торговый четверг тоже начал на повышение. Как складываются обстоятельства на валютном рынке мы рассказываем в наших видео, которые выходят к открытию американской сессии. А пока давайте узнаем, на какие экономические отчеты следует обратить внимание завтра, 28 июня. Вы смотрите видео календарь трейдера. Как раз начнутся эти дни с публикации цен потребителей в Японии. Для Центробанка страны этот отчет, конечно, важен, однако ситуация с инфляцией выглядит несколько запутанно. С одной стороны, слабая иена очень сильно давит на домохозяйство внутри страны, но очень выгодно японскому бизнесу за рубежом. А вот с другой стороны, Токио надеется на рост заработных плат, которые должны поддержать население. Ну а ниже, что логично, будут подогревать инфляцию. При этом Банк Японии ожидает ее падения на 2%, чтобы повысить ставку. При этом майские прогнозы роста цен выставлены на отметке 2,4%. Их подтверждение может укрепить курс иены. Но гораздо увереннее японская валюта может почувствовать себя после публикации отчета о росте промышленного производства. После минусового показателя прошлого года прогнозы ожидают его почти 2% роста, так что иене в начале пятницы будет на что опереться в ее противостоянии с долларом США. Переход из зоны минусов в плюс ожидается и в отчете о росте ВВП Великобритании. Как прогнозируется, это будет означать не только самый сильный рост за последние два года, но и даже выход экономики страны из прошлогодней рецессии. Рост показателя станет стимулом для укрепления фунта стеллингов, который сможет потеснить доллар в его корзине валют. Также в этот день публикуют свои отчеты по уровням инфляции Италия, Испания и Франция. Годовой уровень инфляции во Франции обещает вырасти до 2,5% и, как следствие, сработать на подъем евро. Однако рынок вполне может проигнорировать эти данные, так как французская экономика попала в заложники от политики и госдолга. То есть сейчас гораздо важнее понять, останется ли позиция Франции в Евросоюзе неизменной или начнется хаос. То есть сохранит ли лидирующие позиции президент Макрон или к власти придут крайне правые и крайне левые силы. И те, и другие намерены корректировать взаимодействие Франции с Евросоюзом. А какая на фоне этого коррекции ждет евро? Понятно всем. Единая валюта, конечно, будет падать. Тем более, что позже в американскую сессию выйдет целая порция отчетов по экономике США. И некоторые прогнозы по этим показателям выставлены в основном в пользу роста доллара США. Например, индекс цен расходов на личное потребление американцев должен вырасти с 3 до 4,1%. Также в США ожидается рост личных доходов населения, учитывая, что увеличение зарплат в стране несколько и замедлилось, повышение индикатора ожидается тоже небольшое, всего на 0,1%. Но даже такой мизер сработает хорошим катализатором для укрепления американской валюты. Но основное внимание следует обратить все-таки на базовую составляющую индекса цен потребителей. Именно этот индикатор является ключевым для Федеральной резервной системы в ее планах по снижению ставки. Если рост базового индекса, как ожидается, затормозит с 2,8% до 2,7%, это станет четким голубиным сигналом для американского центробанка, а для доллара более низкие цены будут означать начало распродаж. О том, как на самом деле будут развиваться события на финансовых рынках, вы узнаете из наших регулярных информационных видео на канале Инстатрейдерс. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами!